Американские школьные автобусы, традиционная чайка, знаменитый лимузин 90-х, машина скорой помощи, старинный тамвай и большегрузный МАЗ, даблдекер, английское такси, погрузчики и советские УАЗы. Экспонаты 9-летнего Даниила Осьмушникова не пересчитать. Мальчик – настоящий владелец, пусть даже игрушечного, но автопарка. Эксклюзивные экспонаты его коллекции стали украшением выставки «Эх, прокачу» в рамках проекта «Мировые легенды в коллекциях наших горожан». Я коллекционирую с 3-х лет. Я заинтересовался, потому что сначала я коллекционировал автобусы, потом сейчас стал коллекционировать машинки. Мне просто интересно, я даже помню, как я это начал коллекционировать. Мы с мамой, ну, мама меня вела в детский садик, и тогда я увидел машину, это была вот эта вот именно машина. Это, по мне, это был восьмой номер, такси. Я уже интересовалась этими машинами, я стал коллекционировать, коллекционировать, мне это стало нравиться. За 6 лет его коллекция железных коней в миниатюре пополнилась приблизительно на 200 игрушечных машин. Однако на это мальчик останавливаться не планирует. Своё рвение Даниил объясняет просто. Любая коллекция – это образ жизни, нечто, заложенное внутри человека. В мальчике это заложил его дедушка. Правда, он не коллекционер миниатюрных автобусов и другого транспорта, он ими управляет. А зарождение любви к технике у обоих прослеживается с юного возраста. Я все в детстве запоминал автобусы. Вот именно почему-то на автобусы, и была такая мечта – на автобусы идти. И их я замечал по цвету, мог определить по номеру, сказать даже, какие где царапины, где что-то, все это, оно было отложено в моей памяти. Даже сколько детских споров было выиграно. Ну, наверное, все это, может, где-то что-то, может, и передалось. Но вообще по развитию всего вот этого движения, то, ну, превзошло. Трамваи, троллейбусы у нас есть. Троллейбус, трамваи, автобусы всех, всех видов есть. Вот. Вот. И как бы мы начали, потом ему начали переходить уже на более ретроавтомобили, какие-то другие. И вот у нас есть коллекция, так как и служебные автомобили отдельные, иностранные автомобили. Иностранные автомобили уже старых, прошлых лет. Вот. Вот. Служебные автомобили, ретроавтомобили Советского Союза. Проект «Мировые легенды» в коллекциях наших горожан приурочен к тысячелетию областного центра. Идейный вдохновитель культурных мероприятий Анна Ковалева обещает, что каждая экспозиция будет знакомить гостей с миром обычных, но только на первый взгляд, вещей. Наши люди, это, они очень интересны. Каждый человек уникален. Естественно, среди всех людей есть люди, которые называются либо коллекционеры, либо просто собиратели чего-либо. Вот. Но любая коллекция, любое собирание, во-первых, это просто интересно для самого человека, а во-вторых, это интересно для других, потому что иногда очень многие вещи мы не знаем. Мы живем, мы работаем, бегаем с работы на работу, дом, хозяйство, дача, огород и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И просто нам иногда некогда остановиться, что-то задуматься, что-то где-то узнать, прочитать. И вот цель нашего именно проекта, наверное, зацепить горожан и показать им что-то то, что они сами просто до этого не дойдут, не добегут, не успеют. Инициатива рассчитана на 30 месяцев и будет радовать горожан до сентября 2019 года. На ближайшее время уже программа расписана. Следующий проект у нас будет в июле месяце. Это, поскольку это день города, и у нас всегда проходит Берестейский бал, поэтому мы немножко расскажем о моде 19 века, о том, как барышни в 19 веке собирались на бал, что носили, как наряжались. То есть это будет история моды 19 века. А в августе мы хотим рассказать историю нашего городского парка «Первый май». О том, как он появился, как зародился и вообще, что было раньше на этом месте. И также интересный там момент будет называться эта выставка «Брест-Литовские дирижабли» в Манжурии. Творческие встречи в рамках большого проекта «Мировые легенды» в коллекциях наших горожан будут проходить каждую третью субботу ежемесячно. Прикоснуться к истокам истории и заглянуть за занавесу времени может любой желающий. Участие бесплатно. Продолжение следует...